Арерру, мои маленькие любители квадратной шурмы, мы с вами продолжаем играть в такую увлекательную сборочку как Stoneblock 2. Ну и сразу не будем тянуть время, и я могу с уверенностью сказать то, что я теперь полностью распахал мод на жидкостных наших коров. Это совершенно не разнится с тем фактом, что у меня полностью завершено дерево ачивок, которое предоставляет нам сама игра. Но чисто для себя я считаю этот мод полностью распаханным, хотя здесь по факту осталось всего пара видов коров, которые добыть мне кажется не ставит вообще никакого труда. Я добыл самую сложную корову, которую можно было бы только добыть на этой сборочке. Это корова, которая нам способна нести жидкую бесконечность. Мне банально просто не передать словами, насколько она трудная в добывании и в использовании, и тот факт, что у меня есть возможность получать их в безграничном практически масштабе, о чем-то договорит. Ну а сейчас я хотел бы остановиться на том, что убью нашего первого босса, который поможет нам продолжить прохождение этой великой сборочки. Ну и в качестве подготовки для убийства этого босса я хотел бы для начала скрактить наш лук в Верны. Пока он у нас практически бесполезный, без стрел, без всего, и мы будем заниматься его улучшением. Но я хочу убить нашего второго босса, получается, в этой сборочке, пользуя только предметы без особых улучшений дракониума. Я надеюсь, что это у меня получится. Ну и как вы понимаете, все в этой сборочке завязано буквально на курицах. Ну так и здесь наш тонблок для начала предлагает нам сделать специальное наше оружие. Это такой вот чикиновый молот. Безумно, наверное, интересная вещь, но раз просят, значит надо сделать. Для этого нам нужно взять палочку в руки и убить нашего чикина. Мы видим, что он звереет и пытается нам даже какой-то урон наносить, но мы этот урон не чувствуем из-за нашей вот суперской брони. И давайте попробуем сейчас его убить. С одного удара даже мы его убили, хотя мой меч всего наносит 28 хп. Ну ладно, всякое бывает, и мы получаем наш чикин стик молот. То есть по факту мы курицу насадили на наш молот и получили такой вот классный предмет. Ну я так понимаю, я уже все подготовил, то есть я взял наш молот, пару стаков стрел, блоки из которых я буду строить непосредственно Эну и вещи для призыва этой арены. И теперь мне нужно непосредственно отправиться в энд, но, как вы понимаете, создать настоящий портал мы не можем. И для того, чтобы отправиться на этой сборочке в энд, нам нужно просто взмыть вверх. И мы доходим до первого слоя бедраука и пролетаем сквозь него и попадаем в наш майник демешн, что уже было когда-то мной показано в одной из серий. И чтобы попасть в энд, мы должны взлететь еще выше, примерно на 250 с лишним блоков и достигнуть еще одного слоя коренной породы. Мы уже в энд, и теперь нам нужно попытаться построить какую-нибудь арену для нашего босса. Рекомендую я эту арену строить на неком удалении от нашего точки входа, для того, чтобы босс, разгромив всю территорию в округе, не загнал нас тем самым в угол. И мы могли его нормально убивать. И для этого я предлагаю хотя бы на блоков 50 отдалиться отсюда. Ну скажем, я думаю, вот такого вот примерно расстояния мне хватит, хотя мне кажется, даже его будет на самом деле маловато. И теперь мы давайте построим непосредственно для него призывалку. Для этого, если верить гайдам, нужно разместить блок алмазов и окружить его обсидианом. По идее это все, и чтобы его призвать, мы должны бросить чикен-эг, то есть яйцо курицы, которое я не взял с собой. Ну ладно, ничего страшного, давайте пока достроим арену, а за яйцом курицы я сбегаю потом. Я честно признаюсь, я не помню вообще абсолютно, каких размеров этот босс, и буду строить эту арену примерно на глаз. То есть примерно от 4 блоков от края обсидиана я буду размещать вот такую вот рамку, примерно через 1 блок, таким образом, чтобы босс не имел возможности отсюда как-то выпрыгнуть. Я думаю, что пока этого слоя хватит, и после первого призыва босса нам будет все предельно видно и понятно, как делать дальше и как правильно будет дальше поступать. Ну и пока я бегал за остальными вещами для призыва нашего босса, я тут подумал, почему бы изначально не создать сеть порталов, которые позволят мне упоросить наше передвижение в текущее и последующее до энда. Тем более, что все ресурсы уже для этого у нас есть, и сеть порталов создать для нас это вообще никакая не проблема. И получается мы сюда запихиваем наше ядро, и все, у нас по идее сеть порталов теперь создана. И тратим мы наше время только на то, чтобы мир успел прогрузиться, замечательно. Теперь, если я все правильно понимаю, у нас все готово для того, чтобы призвать нашего первого босса. Я так понимаю, нам нужно кинуть вот это яйцо вот сюда вот, попытка номер 2, мы должны кинуть это яйцо вот сюда вот, замечательно. И она начинает образовываться, и от греха подальше я лучше убегу на безопасное, по моему мнению, расстояние. И сейчас мы будем пытаться убить этого босса, и как можем видеть, он уже начал разламывать все, что видит в округе, в том числе и наши оборонительные блоки. Сейчас подождем, когда наша курица сможет вылупиться, или давайте ей поможем. Все, она начала свое вылупление, как можем видеть, крупа лопается, и все, щит появился, значит босс полностью появился. Мы сейчас деактивируем щит и пытаемся его убить. А это весь босс? Да, просто пару кликов на него, и все. Босс полностью повержен, опыт весь мы замечательно собираем, и получаем с него ресурсы, которые нам были так необходимы. Но самый главный ресурс босса мы, к сожалению, так и не получили. Но ничего страшного, у нас еще есть несколько попыток в убийстве этого босса. И давай сейчас мы попытаемся модифицировать нашу арену, увеличим ее размеры. По идее, самый важный ресурс, который я хотел бы получить с этого босса, это вот такое вот драконье дыхание. Если я все правильно понимаю, это можно получить с помощью обычной пластиковой бутылки, тыкнув по драконьему дыханию. Но по мере битвы с этим боссом, я его так и не обнаружил. И сейчас я его буду убить непосредственно до тех пор, пока не смогу выбить вот эти вот драгоценные наши бутылочки. Вот они, частички драконьего дыхания. Я так понимаю, когда она дышит своим лазером, она и делает дыхание свое. Только сейчас надо стараться не попасть под лазер и собрать дыхание. Да, 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 мы собрали драконьего дыхание с вами, ура. И какие-то air water, но это нам не важно, и все, мы получается можем убивать нашего босса. Все, босс у нас повержен, драконьего дыхание у нас собрано, все замечательно. Опыт мы собираем, все, что мы могли, мы собираем и можем даже отправляться в наш верхний мир. Я все-таки предлагаю еще раз проэкспериментировать и протестировать наш портал. Мы в нее заходим, и замечательно мы выходим. Очень классный портал, мне нравится. Дальнейший же геноцид наших драконов я буду продолжать, но уже за кадром. Ну а зачем, вы узнаете чуточку позднее. И по-моему, теперь у меня все, абсолютно все готово для того, чтобы скрафтить философский камень. Из мода ЕЕ, или как теперь он называется, Project ЕЕ. И самая сложная вещь в его крафте непосредственно Enterstar. И тут-то нам и понадобится вот это вот драконье дыхание. Все остальное, в принципе, очень легко собрать. Учитывая то, что шарды призмарина падают с куриц. Black Quartz уже давно был нам не скрафчен. И Netherstar у нас фармится в каких-то гигантских количествах. Enterstar. И все, все. Мы можем скрафтить этот камень. И... О-о-о-о, да. Даже получили ачивку от стонблока, и это охеренно. Философский камень у нас замечательно скрафчен. И тем самым мы начали проходить наш мод. Это Equivalent Exchange. На самом деле мы его начали когда-то давно проходить. И на самом деле мы только после крафта нашего камня смогли бы скрафтить с вами материю и гиперматерию, так называемую. Но, как мы можем помнить, мы скрафтили с вами ее до этого. И сейчас мы можем просто забрать за них ачивочки. Но остальные ресурсы из этого мода на самом деле требуют еще более углубленного крафта и углубленной подготовки. Поэтому сейчас мы, к сожалению, ими заниматься не будем, но всему свое время, ребят. А сейчас я хотел бы уделить немножечко времени такому увлекательному моду, как Mystical Agriculture. Мы его уже когда-то начинали развивать, но на самом деле выращивание вот этих эссенций это лишь малая часть того, что предоставляет нам вот эта вот модификация. Самый ее сок в том, что мы можем выращивать практически все ресурсы и инструменты. Но нам это не было так нужно, поскольку у нас есть наши замечательные курицы. Но единственное, что они могут нам дать наши курицы, это Dragon Egg. И только с помощью драконьих яиц мы можем скрафтить наши монстр спаунера. С помощью которых мы можем призывать любых буквально мобов в неограниченном количестве. И на самом деле вот этот блок нам нужен сейчас, но скрафтить мы его сможем только чуточку позднее. Для этого нужно наладить постановку наших драконьих яиц. На самом деле мы сможем получать яйца с помощью наших эндер курей, которые находятся где-то сверху. Но их надо убивать, это так запарно и так не классно. И для этого существует на самом деле очень крутой, классный второй способ. Для этого с помощью этого мода мы будем выращивать эти драконьи эссенции, с помощью которых мы скрафтим драконьи яйца. Но на самом деле эти эссенции и выращивание очень затратно по ресурсам. Но сейчас, когда у нас уже все готово для этого, мы сможем с вами это сделать. Для выращивания нам понадобятся две вещи. Это, так скажем, удобренная почва и непосредственно наши семена. Семена крафтятся достаточно легко, нужна лишь эссенция и шестой тир наших семян. И драконьи вот эти вот чешуйки, которые мы получаем непосредственно с нашего дракона в неограниченных практически объемах. И опять-таки для демонстрации всего я взял уже побольше инсениум эссенций. Как вы понимаете, та ферма очень долго работала и принесла очень много эссенций. И мы сможем с вами начать крафтить. Для начала нам хотя бы нужно по стаку каждой эссенции. То есть красненькой, синенькой, оранжевенькой, зелененькой и изначально желтенькой. И теперь нам нужно скрафтить шестой тир семян. Но для того, чтобы скрафтить шестое, нам сначала нужно скрафтить нулевой. Крафтится из обычных семян и шардов, которые выпадают при просеивании обычного песка. И таким образом мы крафтим нулевой. Обкладываем в его эссенции необходимого тира и получаем первый, второй, третий, четвертый, по аналогии пятый. Ну и как ожидалось шестой. Шестой тир мы скрафтили именно 8 семян, пока этого хватит, я думаю. И теперь у нас все готово, по идее, для того, чтобы мы могли скрафтить хотя бы две таких вот наших семечки. На большее количество нам не хватает, просто сейчас убитых наших драконов, к сожалению. Ну а теперь нам нужно скрафтить непосредственно удобренную почву для наших драконов, потому что без нее вот эти семена не будут расти. И почему-то я не подумал, но для этой удобренной почвы нам также нужны частички этих драконов. И именно с этой целью я сейчас отправляюсь опять в энд и буду опять убивать этих драконов. Ну а теперь я надеюсь, у меня все готово для того, чтобы скрафтить удобрение для наших семян. Для демонстрации, я думаю, два того и два того мне вполне хватит. Теперь же нам нужно просто одно такое большое поле, желательно уже подготовлено гроу-кристаллами. И мы ставим для начала под блок нашего фармленда, вот этот вот удобряющий наш блок. Ну а с другой стороны, над фармлендом, я оставлю вот эти вот наши сит-семена. Ну и теперь сугубо для демонстрации того, что эти семена будут расти, я увеличил количество гроу-кристаллов под ними. И мы можем видеть то, что они уже выросли на 14%. Ну и наверное последнее, чем бы я хотел заняться на этой серии, это заняться драконьим инфьюзингом. С помощью крафта базовых инжекторов из этого мода. Их понадобится нам ровно 10 штук, ни больше, ни меньше. И сейчас мы займемся примерно их размещением. Для этого нам нужно сделать кое-какую подготовку. Для начала нам наверное понадобится еще два вот таких вот энергии пилона. На самом деле один, второй не особо нужен, но они красятся попарно, поэтому есть два. Опять-таки вот этот пилон мы ставим на отдачу энергии из нашего ядра. Создаем здесь новую сеть, называем ее как-нибудь, например, инжектор. Делаем ее публичной и создаем. Все, у нас теперь есть сеть. Этот инжектор мы подключили к этой сети, замечательно. И теперь нам самая сложная задача предстоит найти место, где бы могли все это разместить. Также нам потребуется, наверное, я совсем забыл, а непосредственно на том месте, где мы будем производить наши инъекции, инжекции, называйте как хотите. Это вот такое вот наше крафтинг-кор ядро, и крафт у него простой. Все это у нас есть, давайте сейчас крафтим. И именно он нам потребуется в количестве одной штуки. Замечательно. Теперь мы размещаем вдоль одной стены непосредственно наш приемщик, то есть флакспоинт. Соединяем его с сетью инжектора и размещаем вокруг него наши инжекторы. Таким образом, чтобы наш флакспоинт коннектировался с каждым из них. Теперь на расстояние двух блоков мы ставим наш крафт-кор. И таким же аналогичным образом размещаем здесь такую же сетку из пяти инжекторов. По идее у нас вот таким вот образом размещается здесь наша сетка. Только, по-моему, я их поставил несимметрично. И все, теперь у нас все симметрично стоит. Вот эта наша заряжающая станция без всяких проводов уже готова и может приступать к нашей работе. Для теста этой станции и для ее улучшения я предлагаю сразу заняться тем, что будем крафтить мы с вами заряжатели уровня Виверны. Они уже у нас крафтятся непосредственно на нашем алтаре. И нам потребуются вот такие вот ресурсы разместить на наши инжекторы. И сейчас я это все уже продемонстрирую на наглядном примере. И теперь, по идее, все блоки для нашего создания я подготовил. Нужно ядро Виверны, ядро Дракона, блок Дракона и 40 алмазов. Получается, все ресурсы, которые у нас лежат слева и справа, мы должны разместить на наши инжекторы. Все, мы разместили ресурсы. Как можно видеть, у нас осталось два инжектора, не задействованные с каким-либо ресурсом. А значит, мы можем их свободно снять и разместить непосредственно в наше энергетическое ядро. И у нас, конечно же, ничего работать не будет. А почему? Ну, а потому что я разместил вот это вот крафтовое наше ядро не в том месте. Его нужно было разместить на блок просто выше. Я нажимаю на кнопочку старт, и наша зарядка этих блоков начинается с вот такой вот красивой нашей анимации. И скорость заряда не зависит полностью от наших вот этих вот ячеек, потому что они передают в единицу времени бесконечное количество ресурсов. И зарядка идет вот таким вот медленным образом сугубо, потому что наши инжекторы начального уровня. И все, таким образом мы наш первый инжектор скрафтили. И для упрощения, я даже думаю сделать здесь вот какую-нибудь вороночку, чтобы это все выглядело более естественным образом. И все, по идее, когда наша здесь вороночка поставлена, мы можем наблюдать, как эта реакция автоматически у нас завершится и автоматически попадет в наш хоппер. И последний, завершающий штрих в нашей полностью автоматизированной, получается, конструкции, это таймер. Мы ставим его над нашим алтарем и задаем ему, допустим, один тик. И включенным его делаем, и я надеюсь, что он начал работать. Теперь, когда у нас две ячейки скрафчены, мы размещаем их на их же местах, на которых они и были. Забираем ресурсы для крафта следующих с тех ячеек, которые мы сейчас будем размещать сюда, и переставляем их уже на готовые. И по аналогии я сейчас буду поступать со всеми этими предметами. Когда, по идее, у нас все заряжатели вверны готовы, у нас теперь зарядник уровня вверны, получается, полностью тоже готов. И это не может не радовать. Ну а следующий уровень, который мы могли бы скрафтить, это уровень заряженного дракониума. И, к счастью, мы уже имеем все ресурсы для того, чтобы скрафтить, и давайте начнем. Ну и все. Таким вот образом, когда у нас уже все ресурсы подготовлены для аппа наших инжекторов, мы можем их просто размечать и точно таким же образом улучшать наши инжекторы до уровня дракона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и теперь, когда нам доступны новые уровни инжекции, мы можем наконец-то скрафтить фулл сет брони из дракониума. Я сейчас заметил такую небольшую вещь, как Драконник Эволюшн в этом моде у нас не развивается, из-за того, что мы банально не скрафтили вот эту вот таблетку из Драконника Эволюшн. Ну что ж, пойдемте, давайте скрафтим. И мне уже, наверное, придется за кадром развивать то, что сейчас у меня не открыто здесь. Мы скрафтили вот эту таблетку, и она очень легко, замечательно крафтится. И мы с вами видим то, что некоторые уже крафты автоматически у нас засчитались. Это очень меня радует. Даже нам дали ачивку за броню, замечательно. Для крафта любого предмета из этой брони нам потребуются всего лишь небольшие такие вещи. Пробужденные слитки, ядро и такое небольшое пробужденное ядро. Крафт у всего этого до ужаса простой, тем более, что вот это вот энергетическое ядро крафтится у нас обычно на верстаке. Самый, наверное, проблематичный предмет из всего этого крафта, это вот это вот пробужденное ядро, которое крафтится на инфьюзере. Все ресурсы для крафта я подготовил, именно вот этих вот пробужденных ядер, и решил то, что я скрафчу именно 16 штучек. Потому что я посмотрел, на самом деле в нашем ядре хватит и на стак, но пока мне хватит и 16. Размещаю слитки дракониума, размещаю вот эти вот ядра в верны, и размещаю наши Незерстары как катализатор. Все, у нас пошла зарядка, мы можем видеть, как это все быстро, и мы ждем непосредственно, когда у нас все это замечательно скрафтится, и мы все это получим. Все, по идее у нас даже 5 этих ядер скрафтилось, а значит мы можем уже приступить к крафту основного сета нашей брони. И получается все, я подготовил, нужны лишь вот такие вот ресурсы, непосредственно сама броня вместе с луком. Размещаем их на инжекторах, помещаем непосредственно наш инфузионный крафтинг, сам предмет, который мы будем крафтить, и мы можем видеть, как он очень быстро уже крафтится, и пока я говорил эту фразу, буквально он уже и скрафтился. И все, по идее нам осталось сделать то же самое непосредственно с нашей броней. Ботиночки, на грудничек, штанишки, шапочка. И все, мы можем видеть полный сет брони из дракониума, у нас уже полностью скрафчен, осталось лишь его надеть. Мы можем видеть с вами, как он быстро заряжается, настолько быстро, что наш вот этот вот заряжатель флаксовый полностью разрядился. Да, его бы тоже не мешало проапгрейдить, но благо он апгрейдивается очень простым вот способом, и это можно сделать даже не за кадром. Факт его апгрейда заключается в том непосредственно, что он может хранить в себе большее количество энергии. И мне сейчас придется уходить на достаточно большой промежуток времени по паузе. Заключено непосредственно с тем, что наша броня не является самой сильной, которую мы могли бы сделать. А заключается непосредственно в том, что в нашей броне не хватает апгрейдов, так же как и в лутер. И апгрейды в броню я, например, буду запихивать только на зарядку щита и непосредственно на восстановление нашего щита. И показывает он непосредственно способность нашей брони удержать урон с помощью нашей непосредственной энергии. Крафт у самих апгрейдов, в принципе, достаточно прост, но не прост лишь тот факт, при котором мы будем запихивать его в нашу броню. Это происходит все на инфьюзере, и вот из таких вот ресурсов. Это только базовый, а мне нужно дойти как минимум до уровня дракона. То есть мне нужно пройти базовый, засунуть все эти предметы, пройти виверновый уровень, засунуть все эти предметы, и пройти драконевый уровень, засунуть все эти предметы. Все эти предметы нужно скрафтить как минимум 4 раза, потому что у нас 4 предмета брони. И таким вот образом мы сможем запихнуть апгрейды только на емкость нашего щита. Мне также нужно будет занести сюда апгрейды на восстановление щита. Тем самым мы просто удваиваем нашу работу. А учитывая тот факт, что нам нужно запихнуть в наш лук апгрейды на скорость полета стрелы и на скорость натяжки стрелы, это все еще раз удваивается. Ну и на таком вот прекрасном моменте я буду с вами прощаться. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору, еще услышимся. Всем тортик. Ну и уже по сложившейся традиции, я как всегда оставляю случайного комментатора на доске почета. И на этот раз это этот человек с вот этим комментарием. Я выгрожаю благодарность каждому комментарию и комментатору, которые сейчас всплывают на ваших глазах. И мне не передать словами, как мне безмерно все это приятно, и как я улыбаюсь как ребенок каждый раз, когда вижу эти комментарии. Спасибо, ребят, вам за поддержку. Вы придаете мне силы для того, чтобы делать новые видеоролики более качественные и гораздо лучше. Ну а на этом все. Всем удачи, всем пока. Не забудьте про рыбу.